В зале городского Акимата собрались многодетные мамы. Им всем должны вручить ключи от новых для них квартир. Но вот для Айгуль ее будущее жилье оказалось поразительно знакомым. В этой квартире именно моей бабушке, родной братишка, 44 год, там он жил. Именно тот квартир нам попал. Они, оказывается, продали эту квартиру, мы не знали об этом. Сперва такое шоком состояние было, вообще даже не поняла. Из-за такого совпадения Айгуль и ее семья переедут буквально в родные стены. За 17 лет постоянного поиска съемных квартир и переездов больше всего устали ее четверо детей. Они радуются, что у них теперь будет своя комната, потому что они привыкли в одной комнате постоянно. Теперь они радуются больше, чем мы. Радости не скрывает и еще одна многодетная мама – Галина. Ее семье предстоит въехать в четырехкомнатную квартиру. Но чтобы получить ее от государства, женщина стояла в очереди 10 лет. Я тоже арендовала жилье. Было, конечно, тяжеловато чуть-чуть. Но сейчас с радостью будем жить. Очень довольна. Теплая квартира. Очень-очень довольна. Благодарна всем. Спасибо за то, что дали, за понимание. Отложить мысли о поиске жилья помогла программа «Нуру и Жер». Многодетные семьи получили не новые квартиры. Это вторичное жилье в разных районах города. В частную собственность новосевым они не перейдут. Жилье арендное. Но жить в нем можно будет до конца жизни всем членам многодетной семьи. Я думаю, что это очень хорошее подспорье. Данные программы еще и в следующем году будут иметь продолжение. Тем самым наши, которые мы на начало года взяли на себя такую планку, в течение трех лет завершили полностью распечением жильем многодетных мам. Вручать ключи от таких квартир начали еще в мае. Сегодня в числе новосевов стало на 30 многодетных семей больше. Категория многодетных матери у нас на начало года было более 300. Как я уже отметил, в этом году мы 82-м многодетным мамам уже, в принципе, мы завершаем вручение ключи. Если вы, наверное, помните, все, наверное, здесь стояли не один год. И в этом году, в принципе, я думаю, что хороший рвок. Теперь для Айгуль и Галины вопрос жилья перестал быть приоритетным. Женщины делятся друг с другом дальнейшими планами на жизнь. Обе многодетные мамы мечтают отучиться и устроиться на работу. Или даже открыть собственное дело по госпрограмме. И здесь вновь совпадение желаний. Обе женщины видят себя в будущем швеей.